«Странички моей жизни» и «Дом». Два сборника прозы талантливой писательницы под такими названиями уже вышли в свет и нашли своего читателя в разных уголках мира. В книгах автор выразила яркие воспоминания детских лет, всю любовь к родительскому дому и тому времени, когда деревья были большими. «Я пишу о своём доме в деревне Подгорная, Беларуси. Как я тяжело к нему шла и, наконец, все-таки пришла. И у меня такое чувство осталось навсегда, что этот дом тоже стремился ко мне. Он меня звал. И я не была спокойна до тех пор, пока мы с ним не оказались один на один». Писать стихи и мечтать прославиться начала ещё со школьной скамьи. Однако судьба распорядилась иначе. Писательскую деятельность силу обстоятельств на долгое время пришлось отложить. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Эта фраза стала жизненным кредом для Сони Вайцевой. «Только в 70 лет у меня назрели условия. И так оказалось, что я просто не смогла не писать. Третью книгу я пишу о Словакии. Но когда я пишу третью книгу о Словакии, невозможно не написать ничего о Беларуси. Так что у меня, в общем-то, как думаю, сложился такой стиль, что я всегда пишу книгах в двух планах. Я пишу о прошлом и настоящем, я пишу о Словакии и Беларуси. Я пишу о себе и своих друзьях». Любознательная и интересная, обаятельная и с тонким чувством слога. Она не сдалась и кардинально поменяла свою жизнь. Словакия стала для женщины второй родиной и местом становления её как писателя. Тем не менее, Софья Вайцева о родной земле не забывала никогда. Дружеская, тёплая и позитивная. Только такую характеристику можно дать атмосфере, которая царила на творческом вечере писательницы. «Хочется пожелать Софии Ивановне творческого подъёма, чтобы из-под её пера вышла ещё не одна книга. Даже не важно, сколько лет человеку. Если человек хочет творить». Сегодня Соня Вайцева словно художник, который рисует кистью. Только вместо мазков слова.